Вот здесь у нас школьная, школьная, процедурная, предполагается лерголог-коммунолог. В поликлинике на улице Воровского Михаил Мурзаков много раз бывал и до открытия. Руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мытищинском совете депутатов тщательно следил за строительством этого медицинского учреждения и регулярно бывал здесь с проверками. Сегодня лидер движения общественной поддержки «Мы-Мытищи» Михаил Мурзаков знакомится с коллективом и работой поликлиники. Мы радовались нашему большому успеху в том плане, что она вообще здесь появится в таком виде. Уникальный, конечно, строительный объект и функционал очень хороший, с бассейном, многоэтажная. Медицинское учреждение расположено в отдельно стоящем девятиэтажном здании. До него удобно добираться как на личном, так и на общественном транспорте или пешком. Общая площадь здания свыше 11 тысяч квадратных метров, на которых размещены детская и взрослая поликлиники. Сегодня квалифицированную помощь здесь получают 23 тысячи взрослых мытищинцев и почти 15 тысяч малышей. Поликлиника открылась в начале марта этого года позже, чем планировалось. Но на это были очень веские причины. Здесь был еще один корпус, где, в общем-то, лечили и долечивали больных ковидом в не самой тяжелой форме. Конечно, низкий поклон нашим врачам, всем медикам мытищинским, потому что именно мытищи, именно мытищинская медицина взяла на себя, ну, поистине, областную нагрузку. Ведь самых тяжелых заболевших везли к нам. С началом работы поликлиники здесь начали функционировать кабинеты неотложной помощи, лаборатория, терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты вакцинопрофилактики, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар на 14 коек, первичное онкологическое и рентген-диагностическое отделение. Штат укомплектован практически полностью. 27 врачей принимают во взрослой поликлинике и 21 специалист в детской. Во время встречи с трудовым коллективом Михаил Мурзаков пожелал удачи мытищинским медикам и поблагодарил за работу, отметив, что здесь трудятся неравнодушные люди, которые активно поддерживают социальные инициативы и движение общественной поддержки «Мы-Мытищи». Все это направлено на улучшение качества жизни в нашем округе. Юлия Федорененко, Константин Химичев, Первомытищинский.